Студия спортивных программ телеканала РТР приглашает вас на художественную гимнастику. Гран-при Москва 2000 и Кубок чемпионов Газпром. Сегодня представляют вам я, комментатор Григорий Твалтвадзе и шестикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Амина Заримова. Здравствуйте. Первая участница соревнований сейчас на помосте, это представительница Грузии Инга Тавдишвили, упражнение со скакалкой. Если что-то говорить об этой девочке, то эта девочка с очень хорошими данными. И, наверное, все-таки за последние пять лет это лучшая гимнастка из Грузии. У нее очень хорошие данные. Амина, ну вот вообще вам хоть раз в жизни приходилось открывать соревнования? Нет. Я к тому, что вот как должен себя чувствовать спортсмен, который такие соревнования открывает? Ну, я могу сказать, что я, по-моему, практически чемпионаты всей мира, в которых я участвовала, открывала. В том числе и даже Олимпиаду я открывала. Ну, психологически как это? Это безумно тяжело. Как вы оцените выступление Инги? Очень достойно она выступила. Были помарочки маленькие, но она все делала чисто. Такое темповое выступление получилось, да? Очень насыщенное. Да, эта москва как раз подходит под скакалку такая. Ну вот перед тем, как сейчас выйдет на помост Ива Тепешанова из Болгарии, давайте немножечко поговорим о самих соревнованиях. Соревнования такого уровня, вот уровня Гран-при, не так чисты на наших экранах и вообще у нас в столице. Но, тем не менее, это последнее важнейшее соревнование перед Олимпийскими играми, до которых остается всего лишь два месяца. Последний старт сильный. И, в принципе, на этом турнире выступают самые сильнейшие гимнастки. Но здесь получилась у нас ошибка маленькая, и на ковер вместо болгарской гимнастки выходит Тамара Ерофеева. Представительница Украины. Очень сложный элемент она сейчас выполнила. Композитор Пустряков, Исповедь. Очень женственная гимнастка. Она мне даже напоминает чем-то вот Сашу Тимошенко. Также из школы Дерюгина. А саму Ирину Дерюгину не напоминает? К сожалению, я не видела ее выступления. Это было, когда я еще была в детстве сам. У меня, по-моему, даже в проекте не было. Вот что-то есть такое, такая плавность, пластичность. У них хореография практически повторяется, как будто у всех девочек. Ну, с учетом того, что сама Ирина Дерюгина хореограф этих номеров, всех выступлений своих гимнасток, еще у нее одна воспитанница приехала в Москву, мы ее увидим чуть-чуть. Еле выхватила, прости, что я тебя перебью, еле поймала мяч. Вот я закончу свою мысль, это Анна Бессонова. Нет, это Тамара Ифтеракева. Я говорю о второй представительнице Украины, воспитаннице Ирины Дерюгиной. Следом за Тамарой Ирофеевой выходит Эдита Шауфлер. Это девочка, которая выступает сейчас за Германию. Но она жила и выросла в Казахстане. Прожила там практически, по-моему, до 10 лет. Начала, в принципе, гимнастикой заниматься в Казахстане. Сейчас она первый номер Германии. Германия должна быть благодарна, наверное, советской школе художественной гимнастики, что получила такую сильную спортсменку, упражнение с лентой. Но я могу еще добавить, что на последнем чемпионате мира, который проходил в Японии в октябре месяце, команда Германии заняла четвертое место, и это дало девочкам, что от команды Германии выступало два человека на Олимпиаде. В принципе, в истории этого не было, что Германия очень близко так подошла к предисталу. Значит, я не ошибся, сказав о том, что Германская федерация художественной гимнастики должна быть благодарна, ну, по крайней мере, одной из бывших республик Советского Союза, Казахстану за воспитание такой спортсменки. Ну, ты знаешь, вторая девочка, которая у них, Елена Ахмут, она тоже из бывшего, она из России занималась у такого тренера, как Увера Штинбал, у которого занимается на данный момент Ирина Чащина. Ну, Ирину Чащину мы еще увидим, а пока упражнение с лентой Эдиты Шауфлер. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас показывают тренера... Сейчас показали тренера на наших телеэкранах, был тренер из Америки, судья. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вот, в принципе, можно говорить, что начались соревнования. На ковер выходит Елена Витриченко. Розовый призер Олимпиады в Атланте, двукратная чемпионка мира. Абсолютная чемпионка мира 97-го года. Чемпионка Европы многократная. Ну, Елена Витриченко, которая сейчас 23 года, находится сейчас в непростой ситуации. Ей приходится подтверждать, доказывать свой высокий класс и свой профессионализм. Потому что подрастают молодые соперницы на Украине. Ну, есть целый ряд обстоятельств, о которых можно долго и... Долго говорить, но, наверное, нет пока смысла, потому что в конечном итоге всех рассуждает помост. Вот, давайте понаблюдаем за этим выступлением Елены Витриченко. Упражнение со скакалкой. Украинская народная песня, которую так любят в России. И, наверное, не только в России. Ошибка. Ты же, наверное, пидманула. Вот в чем была ошибка? Она зацепилась за ногу. Скакалкой, да? Скакалкой зацепилась за ногу. Волнуется Лена, потому что это ее любимый вид, который она, по-моему, делает без разненки практически. Вот так на бравурной такой мажорной ноте эффектная концовка. Зрители благодарят одной из самых, наверное, популярных гимнасток в мире, Елену Витриченко, за ее выступление. Вот те помарки, о которых сказала Амина. Еще раз напомню вам, что сегодня со мной рядом шестикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Амина Зарипова. Она выступает в качестве основного эксперта. С Леной я начинала свою деятельность за сборную Советского Союза. И мы очень с ней, в принципе, близкие подруги и близко очень с ней знакомы. А это сейчас Виктория Фратер, спортсменка из Венгрии, упражнение с обручем. Эта девочка гениальна тем, что она будет выступать на третьей Олимпиаде. Можете вы мне поверить, она выступала в Барселоне, ее была первая Олимпиада, когда ей было 14 лет. Она выступала в Атланте. И теперь она будет выступать в Сиднее. Ну, сейчас тоже была небольшая помарка, да? Или мне показалось? Да, но это пять сотых. И, в принципе, люди могут даже не придраться к этому. Ну, если мы уже заговорили о судействе, то вчера во время пресс-конференции я задал вопрос президенту Международной Федерации, господину Бруно Гранди, который присутствует здесь в Москве по поводу судейства. И получил ответ и от него, и от госпожи Шишковской, одной из руководительниц судейской коллегии Международной Федерации гимнастики, о том, что эти соревнования будут судиться по более строгим правилам, скажем так. И было даже сделано предупреждение нам о том, что десяток не дождетесь. Что судейская коллегия решила оценивать более строго. И вместо того, чтобы, ну, скажем так, увеличить балловый ценз, скажем, до 12 баллов, вот было принято решение как раз оставить вот этот вот десятибальный предел, но ужесточить требования уже непосредственно к техническим каким-то поправкам. Вот, к сожалению, вот ты прав, потому что до сих пор не было ни одной оценки. По-видимому, судьи просто, просто пока придерживают, не показывают оценку. Или может что-то случилось с компьютером, который вот должен показывать, высвечивать оценки. Вот как раз вот эта вторая гимнастка, Лена Асмус из Германии. Да, мы уже представляли ее нашим зрителям. Упражнение с мячом. Очень пластичная такая спортсменка. Музыка из песни Мадонны. Вот сейчас мы видели два прыжка в исполнении Лены Асмус. Я возвращаюсь к теме, о которой мы начали разговор, о судействе. Насколько субъективно, допустим, судейство в оценке вот таких элементов? Судья может для себя решить, высокий прыжок или невысокий. В зависимости от этого, снижать оценку или не снижать. Ну, понимаете, когда гимнастка выходит на площадку, ну вот просто так повелось в гимнастике, хотя я думаю, что это очень неправильно, что очень многое зависит от девочки, за какую страну она выступает. И заведомо уже 2-3 десятых к этому прибавляется. Да, мастерство, да, таланты, но при этом должно еще как бы быть за именем девушкам страна. Должна стоять школа, наверное, да? Школа, школа в первую очередь, да. А вот сейчас Юлия Раскина. Юлия Раскина, за которой школа наверняка стоит, потому что белорусская школа. Вспомнил хотя бы Марину Лобач, чемпионку мира. Олимпийскую чемпионку, первую Олимпийскую чемпионку. Олимпийскую чемпионку, да. И тренирует Ирина Юрьевна-Лепарская, тренер Марина Лобач. Да. Юлия Раскина. Основная надежда сборной Белоруссии на предстоящих Олимпийских играх в Сиднее. Очень сильная девочка. Специфическая у них хореография. У них очень хороший хореограф и тренер Наташа Степаненко, которую сейчас судят. Которая начала с ними работать уже, по-моему, как три года назад. И девочки Татьяна Огрызкова, уже бывшие гимнастки Женя Павлина, тренировались под ее руководством. Скоротечен гимнастический век. Да, к сожалению, да. Только-только эти фамилии были у всех на слуху, и уже вот новые звезды. В той же Белоруссии то же самое происходит и у нас. Вроде бы только-только блистала на помосте Амина Зарипова, а сейчас она рядом со мной на комментаторской позиции. Да, очень грустно и обидно, потому что, если рассказать ощущения, которые у меня были в 20 лет, и те ощущения, когда я собиралась достать гимнастику в 23 года, это было совершенно разное. Я по-разному воспринимала гимнастику. И пора совершенно...